добрый вечер вы знаете повод для сегодняшней темы смешной достаточно время праздников был я в клубе и наблюдал такую интересную сцену сидят две компании и девушка из одной компании зовет парня из другой компании видимо познакомиться хоть с парень подходит она представляется в это время подходит мужик из ее компании говорит вам чем-то помочь году от девушку позвала год я ее муж неожиданная мысли меня неожиданные посетили после этой истории с одной стороны девушка может да кстати насчет мужа я думаю он привелись у так сказать для усиления эффекта но видимо ее парень я подумал о двух вещах первое она конечно находясь при парне лишена возможности познакомиться с кем хочет она типа занята уже с другой стороны она защищена ее никто не обидит вот у нее есть парень который тем более представляется еще и мужем а не секрет что большинство женщин братья ищет именно защищенности свистать меня вопрос но в первую очередь конечно женщинам а если вы в браке или вас есть парень вы действительно чувствуете себя защищенный вы получили то что вы хотели это первый вопрос и второй вопрос он меня еще больше интересует чем 1 если у нас женщины которым это защищенность принципе не нужно у них нет такой потребности быть защищенной а я понимаю до ситуации женщины более слабые в прямом переносном физическом даже смысле чем мужчины конечно это объективная реальность оставшийся в нас от животного мира на что более слабое существо и естественно испытывает потребность в защите более сильным существом тем более у нас стране женщин прямо скажем обижают в разных ситуациях и тем не менее два вопроса еще раз повторю а если у вас есть парень или вас был парень или вы замужем получили ли вы это ощущение защищенности и второе если среди наших слушательниц женщины которым это в принципе не нужно им не надо чтобы защищали и естественно я хочу уже во вторую очередь пообщаться и с мужчинами что они по этому поводу думают но еще раз напомню такая интересная мне во всяком случае эта тема если у женщины у девушки молодой человек или она выходит замуж получает ли она это ощущение чувства или реальную дали защищенность которые она стремилась некоторые кстати подсознательно стремятся просто женщине бывает тяжело и она чувствует что это просто необходимо чтобы ее защищали это был первый вопрос простите а второй вопрос был если среди нас женщина которым это защищенность просто ни к чему телефон три шесть три три шесть пять девять и сам из 970 45 45 код 985 ирина нам пишет иногда защита превращается в кандалы не шагу в сторону но именно этот или на случай я собственно описал в начале программы когда девушка из одной компании хотела познакомиться с парнем из другой компании но я бэйфред нарисовался искал что она его жена на этом знакомство собственно и закончилась а виталий сказания пишет защита ни при чем женский пол любителя налево как и мужчины виталий вот почему вы это написали я не понял вы сами прочитать что вы написали я не нахожу в этом никакого смысла находясь женщиной в любом публичном месте мужчина всегда внутри должен быть готов к ее защите если не всегда физически хотя бы дать отпор своим умом пишет нам сергей ведь мужчина она собственно мать мужчины пока они так кроме ирины остальные мужчины высказывается вячеслав и волгограда спрашивает если мужчине необходимо защищен все это нормально но редко вячеслав когда мужчине от женщины необходимы именно физической защищенность но часто бывает материальные иногда и даже в общем-то не иногда психологическое так как я сижу с девушкой в студию девушку зовут наташ кто не узнает и она хочет сказать от имени девушек наташа я вот кстати тоже хотел сказать что защищенность бывает разная материальная защищенность это одно когда ты чувствуешь какую-то вот ну материальную поддержку ты знаешь что тебе есть чем кормить детей это прекрасно но с другой стороны мужчина может быть сильным прекрасным и может там защитить от хулиганов но у мужчин есть например очень много авантюризма очень многих мужчин и ситуация например какого-то путешествия какого-то экстрима ну даже может быть не опасного на машине очень часто женщина начинает испытывать жутко жуткий дискомфорт и жуткую незащищенность когда они когда они чувствуют что мужчина ведет себя ну не безалаберно но на грани какого-то вот какого-то риска то есть она рискует и подставляет еще и женщин подставляет женщину и женщина понимает что в ситуации если например что-то случится она замужем за этим человеком то на нее сразу падает проблема того что она должна отвечать за себя она должна каким-то образом контролировать своего мужчину который ведет себя ну не так адекватно как ей бы хотелось да и получается что в этой ситуации женщина испытывает жуткий дискомфорт и она не то что не чувствуется защищенной она чувствует себя просто совершенно беззащитный и вот поэтому очень многие женщины перебьешь что ты имеешь ввиду под фразой систем что-то случится если он вас тасклеит представь себе ситуацию что люди на поехали путешествовать куда-то на машине в другую страну вот они едут и человек рискует то есть например там переезжает в рот реку да ну и интер может застрять и женщина прекрасно понимает что она сейчас в этой реке может остаться ночевать наташа кстати друзья мои знают о чем говорит у нас экстремалка любит путешествует на машине по странам латинской но просто да понимаешь да ситуацию что ты уже не можешь как бы доверяет и не чувствуешь себя защищенной когда человек ведет себя не так не так осторожно как тебе хотелось бы то есть когда риск не оправдан вот пожалуйста у тебя мужчина и тебе может кому-то показаться что ты абсолютно да можешь спихнуть на него эти проблемы а в итоге вы решаете эти проблемы вместе и ты чувствуешь абсолютно свою беспомощность когда ты не можешь убедить человека что этого делать не нужно да потому что он мужчина и он принимает решение а ты женщина но отвечает и за это ты будешь вместе с ним за то что произойдет с тобой с ним с машиной не важно там что там будет дальше я вот хочу еще обратить внимание ты вначале сказала о том что материальный защищенный существует вот здесь как и во многих ситуациях палка двух концах если бы ты меня спрашивал я сказала существует иллюзия не я не об этом хочу сказать получается такая ситуация вот девочка там учится в школе потом морпить она поступает в университет получает образование у у нее до какого-то момента есть потребность себя реализовывать если она себя реализует она в принципе себя должна обеспечить если все ненормально с головой в порядке и она здорово и меда психически то любой человек который адекватен он стремится к чему-то и что-то добивается и жизнь его улучшается на каком-то этапе в ее жизни появляется мужчина который делает я не знаю хотела на этого не хотела так как бы обстоятельства складываются вон берет на себя вот это самый материальную часть из какого-то момента она сначала начинает больше времени проводить дома не секрет что многие мужчины предлагают женам не работать как правило в силу ревности у нее рождаются дети она часто теряет сказать навыки квалификацию и с каждым годом и мешает свои возможности там зарабатывать свои возможности себя реализовывать и так далее то есть получая материальную защищенность вот то что упомянула она лишает как чек себя вот этой возможности реализовывать вот о чем подумал я тогда что я вот думаю вот в этой ситуации очень многие женщины ну я не знаю там никаких процентов но тут есть выбор а либо ты доверяешь своему мужу до садишься дома и занимаешься воспитанием детей но может быть делай что тут для души но это хотела космонавткой стать как валентина терешкова ты тоже садишься дома у тебя есть выбор всегда датнут и личность либо ты это делаешь да если ты уже принимаешь решение ты садишься ты доверяешь своему мужчине а почему подожди причем здесь доверяешь или не доверяешь ты себя реализовываешь а тут ты доверяешь том что ты заканчиваешь себя реализовывать придумываешь себе историю о том что на самом деле то я в детях все растворишься потом я начинает свербить мысль что они сейчас вырастут и уже растворяться будет негде и не в чем и дальше остается ждать внуков потому что в каком-то смысле жизнь с точки зрения реализации уже закончилась это может быть вообще не так вообще не так то есть ты может ничего себе не придумывать а просто посчитать что перерыв там в год на рождение ребенка и дальше ты можешь мы говорим а дальше уже как тут уже понимаешь как судьба вот сложнее с прерыв даже почему в год и хоть в три года по уходу за ребенком не вопрос вопрос в самой таскать идеологии или ты пытаешься что-то добиться в жизни или все что пытается добиться жизни то удачный муж который тебя защитит и материально надо ведь тоже смотреть правде в глаза как себя человек не реализовывает ему всегда или почти всегда приходится думать о том что он будет кушать очень часто эти вещи не так прям уже совпадают и это некий процесс и никто не обещал что будет все и сразу и но и так далее даже не как бы продолжается и хочется некой стабильности самореализация может не давать на при той же материальной стабильность а муж может дать но хотя бы на какое-то время здесь все вот так вот мне не просто эти хочу сказать что нам пишут что нам пишут владимир стола не интересная значит к женщинам сам обращаясь а нам отвечает в основном мужчина защищенная женщина не нуждается в мужчине пишет нам вадим и стула вадим вы имеете ввиду что она сама себя защитила пошли над тем-то защищенные этот кто как правило мужчина и обратите внимание друзья мои что до какого-то возраста этот кто-то мужчина это отец ребенка после какого-то возраста это уже муж выросшего ребенка валерия сказания 4 года хотела замуж за партнер с которым встречалась расстались поняла что замужество мне не надо прекрасно справлюсь сама но ребенка должен быть отец это факт в общем я хочу сказать валерию что нынешние поколения по социологическим опросам хочет иметь детей не хочет вступать в брак но в россии не хочет вступать брак это больше всего касается мужчин а в европе уже и женщин тот же вадим и стул и пишет защищенный женщина будет сказать еще большую защиту я нравится как людей и свежие мысли в голову приходит наташа а это кстати вообще вот такая очень распространенная мужская логика ни одному мужчине не нравится сильная женщина никому не нравится мне нравится вот я как я очень мало никого не хочу опекать я хочу иметь равные отношения и с чем и я понимаю чем ты говоришь и я считаю что это касается уже самих мужчин это у них проблем ну конечно у них проблемы неуверенности в себе может быть комплексов понятно что то есть шансов шансов на брак который не распадется вот на мой взгляд гораздо больше у женщины которая готова целиком и полностью раствориться собственно мужа и не пытаться рот открывать ой наташенька не все так просто потому что в случае развода и гораздо будет больнее чем той женщины во-вторых насчет растворяющих растворяющихся дело в том что мужчина он здесь как бы таскать продолжает быть охотником и это вот растворенная жена она у нее может просто с какого-то момента перестать вызывать сексуальное влечение она же растворилась ты знаешь а жена которая мужа забивает своим энтузиазмом и своей как бы какой-то карьерой да и он чувствует себя ущербно на ее фоне тоже не вызывает какие-то один ружен ображивается друзья лечите комплекса нато из ростова пишет ко мне часто подходят знакомиться мужчина когда муж поблизости я веду себя очень порядочно супруг никогда не вмешивается здорово дмитрий здравствуйте михаил я считаю что нет большие буквы потому что моя девушка не хочешь уходить за меня замуж я уже полтора года добиваюсь обессилел дмитрий оставьте девушку в покое она я только не понимаю с вами не хочет продолжать отношения да именно замуж не хочет так бы и слушал дальше но на что я обратил внимание друзья моих и мог бы конечно промолчать но не могу промолчать ни одна женщина не позвонил и не написала о том что она из тех кто не нуждается в защите телефон 3 6 3 3 6 5 9 с последней надеждой смс 970 45 45 код 985 и нам пишет ольга до замужества не считала вопрос защищенности важно сейчас имею двухлетнего ребенка и будучи беременной понимаешь ты это одна из самых главных задач мужчины елена пятеро моих детей были рождены в двух законных брак сейчас разведена работа и дети со мной хочу родить ребенка сама себе не пропаду но наконец или вот спасибо конечно не пропадете многих не кажется страхи подводит если бы они не боялись людям словил бы по-другому а валерий то есть мужчина должен думать за двоих а женщина когда решает одна что-то то она просто блондинка мужчина должен отказывать все в экстриме женщина хочет стабильности валерий из вологда валерий пытаясь вникнуть смысл прочитанного дается трудно пока но я буду работать над этим артур и зафы недавно видел хрупкую девушку лет 17 в магазине целовалась мужчина лет 35 наверно она ищет днем защиты но артур это классика жанра обычно у тех девочек у которых проблемы с отцом как-то полное отсутствие оного сложные отношения и так далее или разница между родителями чем большая возрасте они как правило такие девушки ищут себе конечно же мужчин много старше себя это классика жанра мне 34 не женат больше одного свидания не бывает порекомендовали книги может вы порекомендуете какие-то нет я дорогой мой не подписавшийся могу порекомендовать вам решать проблему практически книги здесь ни при чем мой мужчина вся старался мне навредить я всегда была ночь и кордала ударов спины при этом рада ради меня ушел из семьи писал местных и я его бросила юля юля аж три раза написал вопросов мужчина так видим он ее допек николай женщину забыли как и мужчина свое уготованное богом место он хозяин дома она хранится очага в этом доме николай жизнь распоряжается более разнообразно многие мужчины не являются хозяевами в своем доме и многие женщины не хранят там очага а некоторых просто нету дома ирина мой папа говорит видимо да там мой папа двоеточие будь самодостаточно сама достаточно образована так как мужчина же не только секс мы поговорить до ирина ваш папа мудрый человек дело в том что многие молодые люди когда выбирают себе сначала подругу а потом значит невесту и соответственно жену то на грудь посмотрит то на задницу то на ноги и они все время в этом процессе забываю что потом им действительно с этим со всем набором жить как бы сексом заняться за милую душу а вот потом там несколько лет или 20 или 50 лет жить то с человеком они с грудью и это становится для некоторых неразрешимые проблемы что обычно выражается в заявлении расторжения в брака фразой не сходство характеров отсутствие взаимопонимания мы и так далее поэтому конечно насчет поговорить надо подумать самого начала валерий сказание добавляет я просто поняла что мне не нужен муж который в случае счет готов добрать у меня ребенка выселить на улице без копейки но валерия вы просто оригинальная девушка вы думаете кому-то кроме вас он нужен он никому не нужен дмитрий дмитрий таки странный как сообщение не уточнил моя девушка и что ха теперь я понял что хочет жить со мной гражданской братья и ведь ситуация устраивает вот кстати интересная ситуация вот тут с наташей на эту тему тоже спорили в начале программы есть такие нерастворяющиеся девушки как например подруга дмитрий который будет держать мужчину в тонусе то есть она может быть его и любят и вообще и хорошо с ним и она никуда не собирается убегать но она не хочет замуж а дмитрий как раз хочет жениться и вот в такой ситуации даже если рано или поздно это произойдет уже видно по соотношению таскать сил что дмитрий все время будет хотеть свою жену потому что сабливый побед может соскочить то что на и сейчас ему согласие не дает я не знаю что испытывает женщина в такой ситуации мне кажется в россии особенно большинство женщин предпочитают мужчин сильнее себя мужчина он просто все время влюбленными глазами всю дорогу живу в термии познакомился с девушкой из екатеринбурга перри много хороших девушек с которыми можно построить отношения и они не против но хочется конечно издалека недоступную я понимаю что я нужно выкинуть из головы ему познакомились на курорте как быть но вы же сами отвечаете на свой вопрос понимаю что нужно вытянуть из головы вот почему у вас это не получается видимо это является проблемой уважаемый михаил передайте мой номер девушке у которой пять детей а находит еще одного и сайзе расслабли дорогой са она хочет не еще одного мужа вы может быть неправильно пойду она хочет еще одного ребенка поэтому я не верю что она интересуется мужчинами тем не менее если она я забыл как девушка зовут так что прошу прощения за она захочет ваш номер то она может написать оля пишет вот кстати валют у нас пишет на почем из ярославля и сайзе расслаблище так далеко ходить здрасте михаил спасибо за тем уверенно что женщина нужна защита от самих мужчин мужчинам нельзя не доверять не доверяться не тем более искать у них защиты сожалению женщина слишком поздно это понимает воля я не могу даже с натяжкой отнести вас категория женщин не нуждающихся в защите объясню почему вы подходите к категории женщины разочаровавшиеся в мужчинах это абсолютно разные вещи я говорю о сильной личности которая сама как бы живет самодостаточные независимые не потому что мужчины плохие а потому что она такая и ей нужны партнерские отношения ей нужно чтобы с ней считались я всегда привожу самый тупой пример на эту тему с детьми как правило в особенно у нас стране вообще мало кто считается почему а потому что дети зависимы потому что мы их кормим мы о них заботимся мы их защищаем и они знают слова в награду нелепо как бы в оплату за это мы требуем от них послушания исполнение наших требований мы требуем от них чтобы они хорошо учили в школе мы требуем чтобы они там убирались дома и как любят дети детском саду стихи читать на этот и вам помогали маме подчеркивает требуем от родных то детей любимых чёрт говорит то про жён за который мы отвечаем там не такое потребует юля пишет михаил ради вас я уже тронут юля я не нуждаюсь защиты слишком высоко цена компромисса но вот юля буквально ответила моим чаянием сожалению это только второе сообщение за всю программу от женщины которая не нуждается в защите все остальные или промолчали или просто написали что как-то до нуждается юля вы молодец я вами горжусь екатерина здравствуйте что вы скажете я скажу так что вот когда выходила замуж вопрос так не стоял потому что я выходил очень рано и видимо была очень защищена своими родителями даже как бы не подозревал что это кто существует или же по прошествии зато времени после развода я понимаю что по факту оказалось что я именно была не защищены в браке потому что человек меня ну как бы он добивал меня сложно же его ситуация добивал добивал потом работали всегда в жизни бывает ситуации и когда требует поддержки какой-то ну а я вам доставляла удовольствие как бы меня раздавить эта ситуация не знаю почему мы давным-давно развелись я вырастил двоих детей и вот я сейчас понимаю что до сих пор у меня вот это вот боль остается что я боюсь отношения именно потому что человек будет защищать он наоборот будет но это же очевидно когда вы даже встречаться начинает что бояться то это будет сразу прошло 12 лет выросли прекрасные дети как бы я слышала фон достаточный человек видимо в глубине души я подозреваю что даже вот при текущей ситуации вполне такое возможно поэтому я построила свою жизнь так что я видимо не чувствую необходимость екатерина с одной стороны конечно хочу сделать вам комплимент до что в независимые самодостаточной другой стороны вы опять попадаете в разряд разочарованных и ты согласитесь ни одно и то же хорошая жизнь у меня такая психология вот я сейчас состоявшийся по карьере человек да то есть у меня взрослые дети прекрасно взрослые там 20 дочери там почти 16 при этом я что могу сказать я как бы играю в мужские игры имеются до точки зрения профессионализма я понимаю как жизнь устроена и я могу сказать что очень часто мужчины настолько сильны вот как вот кажется речь на вот как вот этой позиции снизу там растворившись как вы говорите это вот вопрос от силы духа не размера кулака понимаете ну да я же в определенном таком социальном слое я езжу на машине я там ну вот я не попадаю в узкие там не хожу там раздетая по темным паркам да и вы же не складывался так мне нужно было кого-то бить я просто их не я понял екатерина хочу пожелать чтобы во-первых перестали бояться таких мужчин каким был ваш муж во вторых вы всегда знали про себя что всегда можете отказаться от тех отношений которые вас не устраивает и это поможет вам избавиться страхом и конечно нашли себе мужчину с которым у вас будут равные отношения тем более вы сами вы добились своей независимости зарина пишет со своим парнем я чувствую полную защищенность чего я всегда искал так как мой отчим надо поднимал на меня руку кости стал моей защитой и морально материально надеюсь и физически дает неуверенность в будущем хулиганы деньги тяжести правильно для меня очень значим поддержкой защиты жены воспитания детей ведь мать нужно слушаться если спорить поверьте в виктор из петербурга ладно без комментариев да я свое развитие не применяем какого мужчины пишет нам елена просто с чувствую возмущения в этой фразе елена но вы тоже махнули на какого-то поменять то можно просто чтобы он как бы не задевал ваше развитие давайте такой компромисс все-таки найдем татьяна из московской области пишет пожалуйста посоветуйте как иммигрировать сша или канаду без больших денег и высшего образования хочется ехать от хамства беззакония от бытовых проблем которые никто не хочет решать куда не обратись и вообще это возможно спрашивает татьяна татьяна судя потому что ко мне обращается ты видим уже крик души я к сожалению не знаю как туда иммигрировать не могу вам помочь светланы пишет свободно и счастлива от моя защита кстати вот свобода и счастье вы хотя бы просто радость от жизни действительно является само по себе защитой ряды пишет извините новооперируйте какими-то схемами стереотипами муж не для защищенности мы вместе с мужем для самореализации в том числе особо защита нет легче все делать самой но тоже рима немножко нехорошо не лучше делал вместе то есть не самой наверно лучше было бы а вместе что-то делать но видим у вас это не происходит моя сестра готова терпеть мужа ради защищенности своих детей пишет вячеслав я только чтобы еще детей спросил нужно ли им чтобы терпела их мать что-то лариса я не нуждаюсь но когда дети были маленькие помню что нуждалась обламывалась постоянно я не читаю лена пишет опрос еще вместе важно мне важнее равноправные партнерские отношения ведь друзья мои как-то мы раздыхали без концу программы не все так безнадежно это радует благодарю вас за сообщение и пока